Так, вроде бы поехало. Сейчас чуть потише сделан, музыка играет. Я собственно говоря из корыстных соображений этот прямой эфир замутил, а вовсе не из информационных. Я очередной раз решил облегчить свой фотоарсенал и соответственно поэтому я решил записать небольшой этот ролик, но это на московских жителей направлено, потому что я ничего никуда не могу пересылать. Но я хочу кое-чего из своей фототехники, которая у меня в активном пользовании, каким-то добрым людям продать. Не скажу, что это какие-то лишние вещи, просто я тут все постоянно борюсь с собой и все время пытаюсь себя направить на свой любимый минимализм. Как верно сказал один человек, любой снимающий, фотографирующий, снимающий видео и так далее, он по сути свой барахольщик, потому что хочет что-то пробовать, что-то как-то развиваться и так далее, то соответственно купится разное добро. И какие-то камеры, которые в принципе люблю, ну снимаем и редко, я бы наверное каким-то добрым людям, которые снимают на пленку, с удовольствием бы продал за абсолютно разумные и не барахольные деньги, а самое главное в этом, то есть в принципе купить камеры при желании можно на всяких, скажем так, комиссионках или типа авито, что-то и так далее. Самое главное это то, что те камеры, которые стоят у меня, они гарантированно мной использовались по прямому назначению, то есть на них что-то снималось, они гарантированно работают, ну кроме некоторых камер, на которые у меня стоят просто для красоты, я заранее скажу, что я ими не снимал, не знаю так сказать и так далее, но таких у меня почти уже не осталось, от тех я давно уже избавился, так как я периодически что-то продаю, вообще очень много отдаю даром на дару даре, вот, сейчас у меня там кстати выставлено, где москвичи, да никого нет, не то что москвичи, вообще вижу только одну разжеволосую барышню в просмотре, никто не смотрит, но сейчас же какое, какая тоже профит, почему я решил все-таки включить эфир, потому что видеороликов я длинные не запишу, эфир можно длинным и он какое-то время тоже сохраняется, по-моему сутки, поэтому кто-то может потом просмотрит, я могу наболтать дольше, вот, короче говоря, я хочу, как говорится, вот, облегчить свой фотоарсенал, что-то у меня здесь вот стоит на полках, сейчас вам это дело, тут конечно далеко не все, но просто то, что прямо под рукой, вот, стоит несколько вот тут фэдов, несколько зорких, вон там вот видно стоит, они все абсолютно исправны, на них я на все снимал, вот тоже мой один из любимых, это третья чайка полуформатная, полукадр, я на нее снимал, многие кадры из этих, многие кадры из этих были у меня, и даже сейчас, в смысле, не были, а есть, висят на моем аккаунте, можно посмотреть, вот, вот такой тоже Сейс Айкон, старенький, тоже абсолютно рабочий, он один из моих любимцев, Сокол, очень мне нравится эта камера, довольно-таки в свое время считалась дорогая при советской власти, так как считалась репортерская, профессиональная, вот, и стоила больших по тем временам денег для камеры с несъемным объективом, кое-какие дешевые камеры, которые вообще, собственно говоря, можно покупать для начинающих, которые почти ничего не стоят, это вот несколько Эликонов там стоит у меня, вот, за довольно-таки символические деньги, эти камеры вообще почти ничего не стоят для тем, кто хочет начать, они, тем не менее, хорошо снимают, но вот такие камеры, предположим, 150 рублей, то есть для большинства людей это, в принципе, даже не поход в магазин, вот такая камера 150 рублей, предположим, вилле простая, еще одна вилле простая и вилле автомат, это так вот для тех, кто начинает, предположим, или хочет побаловаться, хотя, в принципе, я вроде не начинаю, но мне все равно нравится, вот, конечно же, легенда ЛК Лома, это родной советский, если я правильно помню, мне со знаком, да, со знаком качества, они разные, если это он со знаком качества, это, конечно, не дешевая камера, но она легендарная, давшая целое направление, это советский Минокс, мною починенный, он был неработоспособный, я его довел до ума, сейчас он полностью рабочий, из двух сделал один, у меня было два из разных мест, из двух сделал один, вот, там у меня лежит один тоже из моих любимцев, кадры из него тоже видели, так, неудобно, конечно, снимать и одновременно что-то здесь расчехлять, ай, шайтан, провода, провода, то есть поясок, это Киев, сейчас на него одет широкоугольный объектив, в данный момент, видно, вот видно, да, а так, в принципе, у меня к нему есть и Юпитер, и Гелиус 81, можно в конфликте с тремя объективами, можно как-то с каким-то одним, вот, можно с каким-то одним, Пентакон, там стоит среднеформатный, тоже один из моих любимцев, вот, кадры из них были видны, Пентак, Спадматик, еще тут немножко малышек лежит, смена, несколько смен, кое-какая автоматическая ерунда, типа этот Минольт, тоже копейки, в принципе, стоит, вот, в принципе, все тут перерывать нет смысла, вот, я говорю, что я бы хотел примерно две трети полки продать, вот, игрушки, есть камеры, как недорогие, так и копеечные, как игрушки, вот эти вот, которые, ни черта, практически не стоят, вот, есть, кстати, камеры уникальные, вот такая камера, тоже, это для тех, кто ценит, эта камера, мне интересно, чем, она, не особых выдающихся, как говорится, таких способностей у нее нету, она водонепроницаемая, у нее довольно-таки забавно, в паспорте написано, что, если вы снимаете где-то там на пляже, и где-то запачкали ее песком, то просто суньте ее под кран с водой, и все, вот, это интересно, когда, предположим, сейчас вот летом, снимать, где-нибудь там, в фонтан заходить вовнутрь, или еще что-нибудь такое, она не для подводного, а именно такая вот, хорошая водоотталкивающая, вот, это все основным мертвым грузом лежит, потому что снимаю я на определенные камеры, вот, многими надо баловать, вот, как раз вот, недавно хотел, вот, Вильям походить, поснимать, но так и не, 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 это самое, как же, не взял, я пошел со сменой, со сменой, классик, вот она лежит, вот с этой я пошел, эту я, конечно, продавать не буду, вот, так что вот, если вдруг кому-то, кто из Москвы, что-то может быть нужно, то можно просто спросить, тут далеко, конечно, не все, есть камеры, которые немножко, как вот этот у меня, у нее крышечка батарейного блока, замочек сломан, я просто скучно придерживаю, причем, при том, сама камера, она офигенная, вот, это компактная, компактный Pentax, который интересен, прежде всего, тем, то, что у него, в отличие от многих компактов, можно устанавливать вручную ISO, так, ну-ка, фокус, давай, собирайся, соберись, ну, короче говоря, вот, здесь установка фокуса, ой, фокуса, говорю, это самое ISO, от сотни до тысячи вручную можно устанавливать, это те, кто снимает на просроченную пленку, тот понимает, о чем я говорю, вот, а так, в основном, я говорю, что, ну, у нее, довольно-таки, неплохие параметры, сами по себе, 2.8 дырка объективная, компактной камерой, работает, простых пальчиков батареек, это автомат для стрита очень хороший, вот, это вот такой вот минус, то есть, в принципе, это все тоже копейки стоит, это все стоит копейки, вот, но просто, скажем так, смысл, вот, этих компактов у меня целая куча всевозможных, они все хорошие, недавно задался себе целью, думаю, оставить на каких-то парочку себе, конечно, оставить вот эту, тут не буду продавать, хотя, если очень попросят, продам, это мюшка, я ей много снимал, и недавно снимал, и сейчас как раз кадр с нее выкладываю, вот, еще там море всяких камер, у меня, кстати, мюшка, еще и первая есть, вот, там вторая мюшка, это первая, отличается только тем, что там 2.8 дырка, здесь 3.5, но это тоже очень хорошее, такой же компакт, вот, а, самое-то главное, вот у меня здесь лежит, приготовлено, это единственное, что я сейчас выставил, но пока только в контактовую и фейсбучную фотобарахолку, так, ой, черт, снимать, конечно, и растягивать, что-то сложно, это тоже, буквально, друга продаю, это коника, которая тоже очень много снимал, так, сейчас попробую, секунду, мне тебя расстегнуть-то, зараза, так, ой, шайтан, шайтан, вот, извлекли, ой, я переключился на себя, верно сюда, вот, вот она, буквально, друга, как говорится, продаю, потому что это камера, которую я очень любил снимать, мне очень нравятся кадры с нее, говорят, что я и так же очень любил снимать Орлах, вот, но, вот мы с Орлахом любили снимать этой камерой, отличная камера, для стрита тоже, я ее, как потаскуна, такого таскал с собой для городских зарисовок, вот, тоже сейчас она, все, все, все это абсолютно рабочие, это не полочные, это абсолютно рабочие, то есть те, которые рабочими не были, они мной были до ума доведены, потому что это все делать для себя, абсолютно для себя, вот, это далеко не все, есть, что говорю, что там есть куча компактов, просто они далеко неудобно лежат, все сюда и выкладывать, один пустот я вроде уже показывал, вот, очень классная камера из компактов, вот, это очень редкая, очень классная камера, тоже с дыркой 2.8, тоже очень удобная, офигенно еще тем, что у нее есть режим бульб, не знаю, видно тут или нет, ну, короче говоря, это и можно снимать ночью, вот, у нее есть режим бульб, ну, то бишь, выдержка от руки, тоже очень классная камера, причем это все, говорю, это все копейки стоит, то есть большинство, вот такая камера, такая, такая, да и такая тоже, эти все камеры стоят меньше, чем можно потратить там, скажем так, при разовой покупке, но получить удовольствие от пленочной съемки, ну, собственно говоря, мало кто в прямом эфире, говорится, это все сейчас застал, но вот что-то тут есть, как, еще раз повторюсь, просто, это называется, не корости ради, не собираюсь на это наживаться, потому что, ну, очень смешно сказать насчет наживы, вот по таким камерам, это все, это деньги такие символические абсолютно, просто у меня довольно-таки много, и мне столько не надо, а я вот просто, вот, по сути своей, не люблю, когда у меня просто что-то стоит и не работает, да, то есть, вот, я сейчас ими не снимаю, или снимаю крайне редко, не хочу, чтобы стояло, когда мне будет нужно, я просто снова найду, куплю, отрегулирую, починю и так далее, вот, поэтому там можно просто задавать вопросы, тоже, вот, любимец, 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 но я готов этого любимца продать, продать, потому что я так редко им снимаю, хотя он, конечно, очень классный, вот, ну, собственно говоря, все, наверное, я на этом завершаю, всем пока, если кто-то смотрел это все безобразие, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok